Добрый день, в эфире программа Paradox, с вами ведущий Степан Димура. Тема нашей сегодняшней передачи это радужная, простите, зелёная энергетика. И как это всё может повлиять на расклад сил на мировой арене, и может быть нефть больше никому не нужна вместе с газом. Ну, почему я сказал радужная, потому что это зелёная, у меня вот зелёные, они ассоциируются всегда с трихаггерс. Трихаггерс, то есть люди, которые обнимают деревья, один шаг до людей, которые почему-то ходят в маечках цвета радуги и занимаются непонятно чем в кровати. Ну, вот, ну, так вот. Но, к сожалению, я сам почти что зелёный, я езжу на дизеле, правда, жрёт он немного, но хорошо кушает, и у меня даже есть такой бампер-стикер, наклеечка на бампере, называется она «Facty Fuel Economy», хотя я езжу на дизеле, да. Ну, что ж, у нас в гостях сегодня Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Добрый день, Василий. Добрый день, Степан. Ну, как вы относитесь к зелёной энергетике? Я вот пока отношусь так, что, ребят, у вас себестоимость зашкаливает. Абсолютно. И, конечно, это на сегодня утопия, но самое главное, что план это строится на основе того, что должна быть некая альтернатива, да, то есть нам не нужно вытеснять, значит, нефть и газ, нам нужно как-то их дополнить так, чтобы лет через 50, может быть, у нас было 15% значит, электроэнергетики, там, ветерогенераторов и этого... Солнечной. Солнечной энергии и биотоплива. Да, вот такие, собственно, проекты, но в действительности та кризисная ситуация, в которой в мировой экономике имеет место, она провоцирует революцию в энергетике. Не вот это вот медленное, непонятное недовытеснение, а переворот такого масштаба, который просто приведёт к новым способам генерации при резком снижении себестоимости этой генерации. Ну, сначала, а почему, скажем так, кризис в экономике обязательно должен вызвать такую неистребимую тягу к модернизации энергетики? Ну, кризисы бывают разные, стоит с этого начать. То есть целый ряд кризисов, которые чередуются примерно 25-35 лет с таким перерывом в рост, большие экономические кризисы, они каждый раз приводят в революцию в сфере технологий. Ну, например, они могут произвести революцию в сфере производителей, или революцию в сфере металлургии, то есть стальная промышленность, машиностроение. Сто лет назад, в конце 19-го, начале 20-го века, произошёл переворот в энергетике. Поэтому у нас есть фактически модель этого переворота. Отличие, наверное, в том, что тогда была подготовка к процессу, причём в Америке, то есть там шло опережение, то есть уже технологии имелись, а кризис только привёл к их ускоренному внедрению. Ну, какие-то были технологии. Это, конечно, двигатель внутреннего сгорания, который все знают. По-моему, ДВС как раз и вызвал кризис 1929 года. Ну, это было спустя 30 лет после того, как он спас мировой капитализм. Ну, плюс электроэнергетика, где немалую роль играл Тесла, то есть получение того самого переменного тока, который позволил снабжать электроэнергией промышленность от гидроэлектростанции, то есть тут белый уголь. Ну, вот вы сказали про дизель, да, а вообще-то Рудольф Дизель, изобретатель дизельного двигателя, считался немножко сумасшедшим, и, в общем-то, в Германии на него смотрели как на не вполне нормального человека, который почему-то не верит в великое будущее угля и пара, а предлагает какие-то нелепые, значит, двигатели, которые, в общем, всякому здравомыслящему человеку, понятно, абсурдные, невозможные, не нужны. И вот он, несчастный этот инженер, уехал в Америку, и оказалось, что в Соединенных Штатах на подобного рода сумасшедших смотрят несколько иначе, и у них есть чуть больше возможностей. И вот с этого момента появляется один из двух двигателей внутреннего сгорания. Дизельный, ну, карбюраторный, все тоже знают, то есть он работает на бензине. Вот судьба Рудольфа Дизеля. И вот этот переворот в энергетике, он, конечно, изменил все лицо промышленности. Ну, мало того, что он создал автомобильную промышленность, он повысил уровень автоматизации во всей сфере производства и в конечном итоге снизил себестоимость продукции и поднял уровень жизни. Вот тот капитализм процветания 20-х годов, ревущие 20-е, как их называли в Америке, это, конечно, плод разрешения технологического, технологической части разрешения кризиса 1899-1904 годов. Понятно. То есть, когда паровое оборудование заменили на электрическое практически. Да, но в паровое оборудование верили очень твердо. То есть, переубедить было очень сложно людей. Ну, я помню, кстати, это всегда так. Я помню, по-моему, это было в 1870-х годах. Какую-то газету я наткнулся однажды, и там писалось, что китов осталось так мало, что еще немного, и цивилизация погрузится во тьму, потому что тогда использовался китовый жир для освещения. Ну, видите, у нас совсем недавно аналогичная история была, 2007-2008 год, когда на каждом углу наморали, что нефть сейчас закончится, пик Хаббарда пройден, бла-бла-бла, и цивилизация скоро сгинет в небытие. Но оказалось, что нефти значительно больше, чем думали. Проблема, уголь до сих пор не закончился, да? Закончилась эпоха угля и пара. Ну, уголь сейчас пользуется спросом, на самом деле. Пользуется, но никто и не говорит, что нефть потеряет значение как промышленное сырье. Абсолютно это не так. Ну, такой просто анекдотический пример. В Китае, ведь угольные месторождения, они иногда горят сами по себе. Вот по оценкам, в Китае в год сгорает столько же угля в земле, сколько они добывают. Поэтому его очень и очень много. Поэтому они его импортируют постоянно. Не, ну, они импортируют высококачественные угли. Ну, к счастью, в Новой Зеландии, видимо, он так не горит хорошо, и в Австралии. Ну, кстати, в Новой Зеландии открыли сейчас месторождение сланцевой нефти на 33 миллиарда баррелей. Представляете, что это такое? Да, конечно. То есть нефти много? Нефти много и газа много, но проблема в том, что, как мы видели на протяжении последних пяти лет, снижение цен на эти сырьевые товары не приводит к выходу из кризиса. Это вот когда были обычные циклические кризисы, небольшие, там, продолжавшиеся месяцев 12. Вот цены на сырье падали, потом промышленники решали свои проблемы, банки получали кредиты, все, все постепенно выбирались, и цены начинали вновь расти. Вот сейчас цены периодически падают, у нас даже крупные сырьевые монополии выходят в минус, некоторые месяцы, некоторые там кварталы, но при этом мировая экономика как остается в таком состоянии тяжелого больного, так и сохраняется, причем и Китай не вывел, никого не вытянул из этого кризисного положения. Он же должен был стать локомотивом. Он же должен был стать локомотивом. Ну, что-то хреново, какой-то локомотив, где вы собирали китайцев. У него слишком много горит угля вне топки. Ну, просто, может быть, слишком много долгов. Никогда же в истории не было, чтобы было так много долга висело на экономике. И долго, да, и теневой долг, который правительство пыталось удержать, а тем не менее этот пузырь вырос до колоссальных размеров. Ну, да, вот китайская экономика на сегодня не локомотив, но самое главное, что переворот в энергетике, который назревает объективно, поскольку он должен решить задачу удешевления товаров, он напрямую связан с робототехникой. То есть те самые машины, которые, как казалось, в 70-80-е годы вот-вот победят, они оказались просто повалены китайцам с отверткой. Вот китайц с отверткой оказался роботом трех последних десятилетий. И вот он работал, работал. Даже мы видим рекламные какие-то плакаты, где показывают китайская экономика. И там масса людей, которые сидят на ручных операциях. И такие предприятия в Китае, там сотни тысяч рабочих. В общем, это мануфактура европейская века так 18-го. И, конечно, это никакой не локомотив, и таким образом они удешевить продукцию не могут. Поэтому решения технологические... Не могут удешевлять дальше. Да, не могут удешевлять дальше. Ну, поиск технологических решений, конечно, он всегда велся, но вопрос, насколько радикально. Да, вот консервативным европейским политикам очень хочется зеленой экономики. Очень хочется перегонять кукурузу на спирт для того, чтобы заливать этот спирт в бак. Но ведь, чтобы перегнать кукурузу в спирт, расходуется больше баррелей нефти, чем замещается. Вот в чем дело-то. Это никакая не зеленая экономика. Это еще хуже, чем обычно. Это страшная экологическая катастрофа, тем более генетически унифицированная кукуруза. Она быстро истощает почвы, а ее отходы даже черви не едят. И тут проблем, конечно, масса. Но если мы вспомним конец 19-го века, когда появлялись эти революционные двигатели, то если бы, скажем, Рудольфу Дизелю сказали, что его двигатель может работать на спирте, он бы сказал, да, может, но в отличие от нефти, спирт нужно как-то еще получить, а нефть можно просто проткнуть землю и получить, и выкачать. То есть это намного дешевле, это было выгодно. Хотя Дизель первоначально предполагал, что его двигатель будет работать на угольной пыли. То есть как раз это давление угля и пара, что ничего другого быть не может, только уголь и пар. Это было очень велико, и даже на великих инженеров, каковым себя Дизель справедливо называл, это оказывало влияние. Ну, а на сегодня задача, конечно, удешевления товаров, она очень важна. И если сейчас ее решат в Соединенных Штатах, а есть признаки, что американцы как раз проявляют к этой тематике большой интерес, и сейчас Андреа Росси, изобретатель такого генерирующего устройства, как Екат, то, что он в кавычках называется «холодный ядерный синтез», проученый настаивает, что нужно называть «холодная трансмутация ядер». Вот он находится сейчас во Флориде, и американцы занимаются. И есть перспектива, что через какое-то время мы увидим тепловые генераторы для отопления домов, то есть автономные генераторы. Ну, он обещал это вроде уже запустить этим летом, причем его результаты теперь уже подтверждены в двух лабораториях. И выход, кстати, выход энергии на единицу топлива, там, по-моему, в пять или шесть раз выше, чем в ядерном реакторе. Насколько я знаю, там 100% на входе, до 700% на выходе энергии. То есть это очень-очень хорошее оборудование. Причем обслуживается это все раз в год, просто меряется капсула с никелем, и все. Поразительная вещь. Ну, пока что они еще не нашли решения, как получать электрическую энергию, то есть пока еще это тепловой энергии. Ну, как получать, возможно, максимально эффективно. Ну, вот вообще-то говоря, вот именно это должно вызывать беспокойство на сегодня, а вовсе не сланцевый газ. Именно. Да, поскольку сланцевый газ, это все-таки не революция, а какие-то этапы эволюции на старой энергетической системе. Ну, а в общем-то, конечно, старая энергетика, на мой взгляд, она должна будет идти в прошлое, и уйдет в прошлое вместе со старой системой экономического регулирования и всей системой экономики. Я думаю, вы скажете, и уйдет в прошлое вместе с «Газпромом». А вот это, кстати говоря, не факт, потому что в России есть... Василий, мы должны прорваться на новостной перерыв. Прекрасно. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире. У нас в гостях Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. И обсуждаем мы зеленую энергетику или просто энергетическую революцию, которая, может быть, стоит за углом и на нас так смотрит с ленинским прищуром. Да, Василий, пришлось прорвать вашу мысль. Российские корпорации на сегодня не замечают собственные школы. Да, вот сейчас вся уже практически мировая пресса серьезно смотрит на то, что сделал итальянским ученым Андрея Росси и его коллегами. Но, тем не менее, есть аналогичные школы в России. Вот, например, такой крупный ученый российский Юрий Бажутов занимается холодной трансмутацией ядер. И, в общем-то, даже при всем консерватизме российских корпораций необходимо смотреть на вот эти школы, на эти группы, как на противоядие от Америки. Потому что американцы все равно сделают. Нужно быть готовыми к тому, что они, раз они взялись за эту реиндустриализацию, они ее проведут. Они проведут ее как смогут, и технология не изменит. Ну, может быть, они не сразу перейдут к новым принципам экономического регулирования, но сперва они повалят всех. И тут, в общем, страховаться, конечно, нужно. Потому что свои, соглашусь с вами, свои энергетические проблемы они практически решили. Абсолютно. Сейчас там наблюдается ренессанс нефтехимии. И, между прочим, американцы всерьез задумались об так называемом оншоринге. То есть переносит производство обратно на американскую землю. Но, как вы правильно сказали, с использованием роботов. Роботизация всего и вся. А электроэнергия и газ у них очень и очень дешевый. И они, конечно, опробируют такие вот старые, консервативные, казалось бы, американские приемы, как опять ввозить иммигрантов. Но пока они ввозят их на некоторое время. А они им не нужны больше. Понимаете, у них столько... Если произойдет роботизация, полная промышленность, им не нужно столько рабочих. Им не нужно столько рабочих, им нужно будет много потребителей. И вот именно поэтому это станет ударом по другим рынкам. И откуда будут деньги брать для потребления? Ну, вот это большой вопрос. Вопрос. Раньше были фермеры, потом была армия промышленных рабочих. Сейчас ни фермеров, ни промышленных рабочих в достаточной мере не хватает. А на одном Майкрософте и Фейсбуке не протянешь? Абсолютно не протянешь. Поэтому стоит вопрос о том, какие должны быть рецепты для государственного экономического регулирования. Вот такая международная экспертная группа, которая создана, постглобализация, которая пытается, я к ней принадлежу, сконструировать, собственно, а как будет выглядеть мировая экономика после кризиса. И как мы выйдем на это после кризиса. То есть какие решения, конкретные решения должны быть применены. Вот, конечно, здесь мы ставим вопросы о государственном регулировании. О том, что государство должно сконцентрировать в своих руках большое количество ресурсов, иметь крупные инвестиционные проекты, увеличивать расходы на социальную сферу и, соответственно, создавать здесь спрос. Ну, то есть менять свою политику, в общем, на противоположную. Уходить от неолиберальной экономической политики, которая нас, собственно, в кризисе завела. И конец которой будет, в общем, положен как раз вот этим переворотом в технологиях, просто потому что неолиберальная экономика была экономикой дешевого труда, того самого китайца с отверткой, который, вот, видимо, в будущее в таком виде уже не войдет. Ну, скорее, я вот здесь с вами не соглашусь. Скорее, так сказать, неолиберальная экономика – это экономика дешевых денег. Когда экономику грузили кредитом, кредитом грузили, грузили, грузили... Это была другая сторона. Да. В определенный момент, ребятки, денежный поток от реального сектора уже не в состоянии обслужить существующие кредиты, долг, вернее, кредит, правильное слово, долг, и поддержать потребление на существующем уровне. Наступает коллапс. Степан, вы очень правильно заметили, вот, интересно то, что как раз неолиберальная экономика была, ну, не просто оторвана, да, от реального сектора, она не была оторвана от реального сектора, просто реальный сектор был до такой степени ей подчинен, подконтролен, что... Вы имеете в виду, грубо говоря, финансовый капитализм. Финансовый капитал, да, финансовый капитал был гегемоном. Да, он отмирает, он умрет. И мы останемся со старым добрым капитализмом. Да, когда ты кушаешь, когда ты что-то производишь. А если ты произвел меньше, значит, ты ешь меньше. Старое доброе правило. Нет? Ну, я думаю, что это будет все-таки несколько новая модель экономики, то есть это не будет старый добрый капитализм, это будет... То есть тот капитализм, который был в золотом веке, там, 1850-1860-е годы, который, как он, собственно, в учебнике и лег, да, это будет все-таки новая система, где конструирование рынков станет важной частью государственной политики. То у нас как-то вот в рамках неолигеральной теории... А конструирование рынков вы имеете в виду создание потребителя? Создавать спрос, конечно, обеспечивать спрос для растущей индустрии. Вы придерживаете точки зрения, что спрос первичен, а производство вторичен? Ну, на самом деле, конечно, можно за счет инвестиций вызывать спрос, но можно, собственно, за счет инвестиций вызывать одни сплошные убытки. Поэтому без баланса... Чем занимаются китайцы? Чем занимаются китайцы? Поэтому без сбалансированной политики, а именно сбалансированной политики здесь никакой ни у кого нет, невозможно обеспечить стабильный рост и развитие. Вот развитие – это как раз уже соединение и государственной политики, и общественного прогресса, и технологических изменений во всей системе. А вот энергетическая революция все-таки как здесь свою роль сыграет? Ну, вот, предположим, будут... Давайте помечтаем. Предположим, выходят на рынок эти генераторы «Росси», стоят они недорого, кстати. Недорого. И на десятки киловатт, и на сотни киловатт, там, по-моему, даже у него мегаваттники стоят. Один используется, уже работает несколько лет. Сразу падает что? Сразу падает спрос на газ для отопления, на нефтепродукты, на мазут. Абсолютно, да. Вот что, интересно, там произойдет с рынком нефти и газа? Ведь, по идее, у нас же что сейчас происходит? Потребление нефти в мире сокращается, а цены не падают. Ну, цены не падают, потому что сами деньги потеряли ценность в значительной мере. А вообще-то у энергетической революции есть целый ряд составляющих, по которым должны быть прорывы. Вот мы говорим о «Росси», есть еще два направления. Первое. Сохранение энергии в большом количестве, что может быть крайне важно для электромобилей, для того, чтобы сменить двигатели в автомобилях. Вот здесь тоже с вами не соглашусь. Электромобиль, на самом деле, значительно дороже обычной машины, и выбрасывает он за свою жизнь значительно больше вредных выбросов. Просто потому, что батарейки... Об этом и речь. Об этом и речь. О том, что необходимы принципиально новые аккумуляторы. Да. Другое направление. Это передача электроэнергии. Ну, возможно, с генераторами «Росси» передача будет не так важна на какое-то время. Просто потому, что возникают условия для автономной генерации. И сразу промышленность получает козырь на руки. Получается, что можно снабжать электроэнергией собственные предприятия спокойно. Вот у нас вся энергетическая отрасль была реструктуризирована так, чтобы обеспечить российские промышленные корпорации какими-то активами энергетическими. И дать им некие выгодные позиции в этой сфере. Ну, а тут, собственно, придется просто покупать установку и не мучиться ни с какими этими генерирующими компаниями, а просто с ними распрощаться как с неперспективными предприятиями. Поэтому, в общем, все предприятия энергетического блока должны сейчас относиться к происходящему в мировой экономике в технологиях более серьезно. Они привыкли, что никаких инноваций на самом деле у них нет. Они монополисты. Они монополисты. Они один тип лампочки меняют, потом они придумывают новую изоляцию для чего-нибудь и громко кричат, что у них радикальные революционные инновации. Конечно, их ничего просто не было. Они 30 лет не менялись. Это не только наша проблема, это общая мировая реальность. А сейчас они могут в этой ситуации не разориться, и они должны подумать о том, как они, в общем, из этой ситуации выйдут. То есть, в общем, момент такой, что это сделать не лишнее. Ну, а все остальные, конечно, они выйдут на другой уровень, когда будет выгодно просто иметь небольшие предприятия с собственными автономными источниками и ставить какие-то ряды роботов, а вовсе не пытаться пригнать как можно больше дешевой рабочей силы. Просто эта рабочая сила будет уже не конкурент со своей низкой квалификацией. Ну, вообще-то говоря, это сразу поднимет требования к работнику на рынке труда, и у нас будет новая революция синих воротничков, потому что потребуется совершенно нового уровня и качество специалистов в этой сфере, как у нас были в свое время программисты, системные администраторы, которые гордо считали себя богами, новыми типами землян. А вот теперь появится новый тип землян, вот как раз на них будут смотреть, им будут разрешать носить любые патлы и, в общем, так или иначе пренебрегать дресс-кодом. Ну, просто потому что они будут ценны, нужны и... Ну, просто есть хороший пример, даже у нас, я не помню где, модернизировали, с нуля построили один цех ЦБК, а если раньше там было занято 1500 человек, то сейчас 4. Вот, отличный, отличный пример. Но, 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 ведь надо же понимать, вот у меня в гостях был академик, один экономист, к сожалению, запамятовал его имя и фамилию, он мне привел хороший пример, прекрасный пример. Например, помните картину Репина «Бурлаки на Волге»? Да. Там по центру, если смотреть на середину картины, то справа, по центру бурлаки тянут баржу, пароходик идет. Угу. Возникает вопрос, если тогда были пароходики, какого черта использовать бурлаков? А дешевый рабочий труд. И не факт, и не факт, что на самом деле в таких странах, как Китай или у нас произойдет какая-то революция индустриальная. Нет, произойдет, Степан, просто целая секция. Ведь труд, 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 да, труд должен быть, когда появляются машины, когда труд дорогой, правильно, потому что одна машина, скажем, заменяет тысяч человек, тогда это выгодно делать. Не обязательно, когда нет других способов задержаться на рынке, когда нужно снижать себестоимость, обгонять конкурентов, поэтому как раз не обязательно дорогой труд подталкивает к автоматизации. Наоборот, дешевой рабочей силы всегда было очень много, и это, тем не менее, никогда не сдерживало в условиях капитализма, подчеркиваю. В Британии, где началась паровая революция? В Британии, не у нас, хотя паровой двигатель был изобретен и построен у нас. Вообще-то дешевой рабочей силы в Британии было очень много. Ее тогда было мало, поэтому там внедряли как раз паровые машины. Ну, как айрландцы, айрландцы, картошка, вода и картошка. Тогда айрландцы уже все эмигрировали в Штаты. Ну, нет. Вместе с поляками. Нет. Ну, хорошо, вот революция. Генератор Роси, вот везде стоит генератор Роси. А что было делать энергетической компании? Ну, что они будут делать? Ну, для начала, если они не сумели сманеврировать, не перестроили свою политику, они будут разоряться. А кому они будут нужны? Ну, производители новых устройств на рынке закрепятся. Правда, им придется конкурировать с теми, кто будет выходить на рынок с новыми продуктами. И здесь возможны самые разные проекты. Ну, начиная от того, что разные группы работают и с атмосферной электроэнергетикой. Подчас смехотворно бразильские ученые занимаются тем, что они пытаются как-то из влаги, содержащейся в атмосфере, получать энергию. Ну, Тесла говорил, что вопрос в том, как взять ее оттуда, потому что в атмосфере энергии много. Есть ученые научные группы, которые занимаются как раз эфиром, то есть той средой, которая как будто бы существует и все пронизывает. Но тут пока, на мой взгляд, недостаточно фактов. То есть в случае России мы уже имеем практически полупромышленные образцы и ждем, когда вот-вот появится промышленная продукция, то есть те самые генераторы. А тут мы пока имеем дело подчас с голой теорией или с предпровышленными лабораторными устройствами. Поэтому групп очень много. Мы как раз подготовили были в свое время доклад энергетической революции перспективы, проблемам перспективы мировой энергетики. И вот там подробно изложено. Василий, я должен вас прервать. Мы уходим на новостной перерыв. Мы снова в эфире. Программа «Парадокс». В гостях у нас Василий Калташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации социальных движений. И обсуждаем мы перспективы энергетической революции, к чему все это может привести. Ну вот смотрите, энергетическая революция. Если даже взять ту же атомную энергетику. Сейчас индусы собираются запускать первый, ну не сейчас они собираются запускать, а якобы к концу 2014 года, первый торевый реактор. Реакторы, которые работают, грубо говоря, на торе, на солях торе. Все, что там нужен, там нужен источник нейтронов. Все. Безопасно абсолютно. Если соль перегрела, потому что реакция субкритическая, если соль перегрелась, пробочка в этой ванне, грубо говоря, плавится, все это стекает куда-то. Его можно переворачивать их тормашками. То есть абсолютно безопасная ядерная энергетика. По себестоимости в два раза дешевле, по оценкам, опять же, дешевле, чем существующие ядерные реакторы. И она просто безопасна, понимаете, ничего поразойти не может. У нас такие исследования, насколько я знаю, не проводятся. У нас проводятся эксперименты с ториевыми стержнями, которые заменяют урановые стержни. Смотрят, а что будет. И причем тория в земле, если я не ошибаюсь, столько же, сколько свинца. То есть неиссякаемый источник энергии. Вопрос тогда возникает. Причем эти станции можно ставить в черте города, настолько они безопасны. То есть как генератор Росси можно ставить маленькие ядерные электростанции, тоже блочные. Но они, конечно, смогут генерировать в разы больше электроэнергии, чем те же генераторы Росси. Вот вам, пожалуйста, что тогда будут делать сетевые компании? Вообще, в принципе, нафига тогда будут гидроэлектростанции, ядерные станции существующие, опаснейшие? Они будут закрываться. Умрут же целые отрасли. По мере того, как будут конкурировать новые направления, старые будут просто загибаться. Причем они могут загибаться очень быстро. То есть они как раз к этому не очень пока готовы, но удары могут оказаться стремительными. Да. Обычно все нелинейно развивается. Да. Обычно очень долго-долго. Три года назад физики говорили, что Россий шарлатан. Да. Он шарлатан. Академия наук. Да. Российская. Причем не только российская. И на Западе он шарлатан. В чистом виде. Абсолютно. Да. Вот так и говорили. Сразу задается вопрос. Что это за ученые такие? Это, во-первых. А во-вторых, мне это напоминает еще одну историю. Так называемой сланцевой революции. Когда со всех углов нам пели, что это все бред, это все невозможно. Однако вот американские инженеры доказали, что это возможно и спокойно окупаемо. Абсолютно. Что? Я говорю к тому, что ни правительство, ни правительство, ни так называемое экспертное сообщество, они же вообще к этому не готовы. Они без понятия, что происходит. Так, так и должно быть. Я с вами согласен. Откуда они будут иметь понятие? Они освоили, вот они долго-долго учили, учили, учили то, что им говорили. Вот они это повторяют. А мир уже изменился, они все еще говорят эти мантры. Но что им делать теперь? Ну, давайте, к примеру. Они уйдут на пенсию и будут, как академик Лысенко, уже в 70-е годы говорить, что генетика, это все чушь. Это лженаука. Лженаука, да. Вот он в 70-е годы, уже его спрашивали, он говорил, это лженаука. Ну, а Соединенные Штаты, почему? Меня, например, интересует, почему Соединенные Штаты сегодня оказываются опять в авангарде. Почему американцы, почему они именно к России, если серьезно, и именно сейчас там готовятся к производству эти установки? Ну, просто потому, что, видимо, американская экономика остается самой развитой, самой сильной. Друг предпринимательства. Пока что еще свободная относительно страна. Ну, вероятно, да. Но на самом деле, на мой взгляд, для американской гегемонии в мировой экономике, эта революция в энергетике, под гегемонией подводится мина. Причем американцы сами ее под себя подводят, просто потому, что они без этого обойтись уже не могут. Они должны как-то сохранять и собственную экономику развиваться, и решать проблему. А кризис там, извините, никуда не девался. И в этой ситуации, когда они повалят вот этим своим переворотом, а именно они, видимо, с Россией все и начнут, мировую экономику, повалят цены, то все остальные будут копировать. Или искать какие-то иные решения. Вот, собственно, как с ториевыми установками в Индии. То есть они будут быстро, форсировано внедрять то, что у них есть, или что можно быстро довести у себя дома новое. Кстати, знаете, что интересно, что проект Торио-реактора был разработан, сейчас скажу, в Америке, кстати, тоже. Он был разработан то ли в 58-м, то ли в 59-м году. Но поскольку производство, грубо говоря, практически безотходное, выработан торий, все, там больше ничего нет, он даже не светится. А тогда нужен был оружейный плутоний, и на станции пошли реакторы, которые до этого ставились на подводной лодке, грубо говоря. А торио-энергетика была как раз создана в Штатах. Но они вот это прощелкали. Вот, кстати говоря, Степан, вот когда мы говорим о промышленных изменениях и изменениях общества, то мы должны вспомнить, что, в общем-то, и военная революция произойдет какая-то в военных технологиях. Это очень важный момент, который, в общем-то, военные во всем мире прочухают, потому что они всегда готовятся к прошлой войне. Да. Всегда. Василий, а вот, извините вас впервые, а вот вы сказали о Мини, которую под себя подкладывают американцы. Вот что вы имели в виду? Ну, как только Соединенные Штаты производят ту самую реиндустриализацию, то они ломают всю систему связей, которую сами отстраивали на протяжении трех десятилетий. Они уже ее ломают, свои сланцевые революции, когда они дают заработать своим компаниям, и закрывают двери для тех, кто когда-то кормился на поставках в Соединенные Штаты. Они постепенно пытаются с Китаем сделать то же самое. То есть идет из Китая отток инвестиций и европейских, и американских, и частично возвращаются в Соединенные Штаты. Или в какие-то другие экономики, где, в общем, американское правительство говорит им, здесь можно инвестировать, здесь вы там гарантированы, и здесь мы будем вас защищать. Это удары по Китаю, по вот этому своему, как некоторые считали, вечному партнеру, новому локомотиву. Вот этот новый локомотив уже еле пить. Который какому-то году кого-то обгонит и тому подобное. Ну, у Китая, безусловно, есть будущее. Но у нынешнего вида Китая никаких перспектив нет. Согласен. Он должен измениться. Измениться через существенную перестройку общественного строя и экономики. Абсолютно. Он в нынешнем виде не пригоден для развития. Только для утилизации. Ну, а то же самое происходит и с Европейским Союзом, и с Россией. В Европе тоже достаточно консервативные, и вот эти их разговоры, именно европейские разговоры про зеленую экономику, про то, что у нас будут зеленые лужайки и ветрогенераторы. Извините, у них в парламенте сидят, и сейчас инцест разрешают во Франции. Там одна пара всего зарегистрировалась. Но сейчас будут инцест, понимаете, голосовать. Оказывается, можно заниматься инцестом. Чего вы от них хотите? Деградация. Они бы лучше позаботились о безработице. Они бы получше боролись безработице. А то они на безработицу глаза закрывают, а эти проблемы, они просто пытаются отвлечь общественное внимание. Абсолютно с вами согласен. И разделите общество лишний раз. И лишний раз разделите общество. Чтобы не обращали внимания на своих туповатых политиков и банкиров. А что будет с нами? У нас есть неплохой задел из прошлого. И у нас есть собственные научные группы, которые занимаются разными направлениями. Например, холодная трансмутация ядер. То есть у России есть наука какая-то. Правда, она не очень академична. В том смысле, что это не сливки наших академиков, которые кричали про то, что сланцевый газ – это невозможно. Холодная трансмутация ядер тоже невозможна. Все это невозможно. Они одни умные, но ничего придумать не могут. Вот не эти господа. Ну, конечно, наша система, она к тому времени переживет, в общем, не лучшие времена. Сейчас российской экономикой уже полгода продолжается спад. И этот спад начался еще, когда мировой рынок показывал верхи. То есть когда был, собственно, рост еще биржевой и сырьевые цены были на высоком уровне, там, ядварь. Наша экономика уже падала потихонечку, потихонечку. Ну, есть данные, что очень сильно сократились заказы российских компаний в Белоруссии и в Украине. Мы недавно были в Украине, там проводили конференцию. И как раз говорят, что, в общем-то, та статистика, которую мы здесь видим, и то, что мы называем медленный-медленный рост, медленный спад или застой российской экономики, нечто более серьезное, если смотреть с Земли. Ну, поэтому нам светят неприятности еще до того, как, собственно, американцы что-то большое сделают, какую-то большую гадость поднесут всем консерваторам в остальном мире. Но, конечно, придется менять всю модель экономики, и государству придется концентрировать ресурсы. И, вообще-то, очень интересно, вот мы делали доклад в декабре, вот наш институт, приватизация как разоружение перед кризисом, когда как раз Аркадий Дворкович больше всех бегал и говорил про то, что нужно скорее-скорее все приватизировать. И вот, вообще-то говоря, приватизацию уже заморозили. Дворкович вообще забавный такой типчик, потому что я очень хорошо помню, по-моему, в четвертом или в пятом году, там какой-то был круглый стол предпринимателей, и Дворкович выдал такую сакраментальную фразу, что, понимаете, в российской экономике столько денег, что она переварить их не может, но нам необходимы иностранные инвестиции. Я тогда понял, с кем имею дело. Ну, на самом деле, это все смешно, конечно, но... Вот, смотрите, мы сидим на нефтяной игле, да? Да уже не сидим, наверное. Ну, игла есть, но что-то не то капает. Из того, что вот вы говорите, и я с вами, на самом деле, полностью в этом согласен, получается так, что с нефтяной иглы мы сразу пересядем на осиновый кол. Нас снимают, да. Мы сядем на осиновый кол практически. Мы столько говорили, что мы с нее слезем, да, а на самом деле нас просто снимают. Потому что, если посмотреть на структуру экспорта, там за 90% нефть, газ и сырье. В основном нефть и газ. Металлы. Металлы, ну, незначительная часть. Не в виде продукции. Хорошо, это все сокращается, скажем, на 50%. Я имею в виду в долларовом эквиваленте, в лучшем случае. А вопрос тогда, где деньги в бюджете, это первый вопрос. Второй вопрос. Ребята, мы страна импортирующая, мы все импортируем. У нас 4 из 5 долларов внутреннего спроса, это импорт. А на что мы будем покупать? Продукты, медикаменты, запчасти и все остальное. Развод с ВТО не минуем. Развод с ВТО не минуем. Но сперва, конечно, все эти проблемы вылезут. И вылезут не только эти проблемы, вылезут, которые вы обозначили, да, Степан? Но вылезет еще, например, наш строительный рынок. И рынок недвижимости, который, вообще-то говоря, уже встал. И говорит, привет, я готов упасть. Пожалуйста, помогите мне еще немножко постоять каким-то образом. Ну, вот такова картина. Поэтому, в общем, очень много готово для больших неприятностей. Правда, в Москве это пока не чувствуется. Но будем надеяться, что какие-то меры будут приняты хотя бы. Ну, какие? Ну, обещали удешевление кредита. Обещали. Ну, и что? Обещали. А кто его будет брать? Спрос падает, все падает. Кто его будет брать? Немножечко опоздали. Года на пол. Лет на 10 опоздали. Лет на 10. Да. Ну, может быть. Я думаю, у меня другой счет. На полгода, наверное, мы тут опоздали. Потому что это вот еще полгода, и как-то вы пробарахтались. Но это, на самом деле, консервация старой модели. И, конечно, эта старая модель, она не жизнеспособна. Она должна рухнуть. Рухнуть. Ее, конечно, можно демонтировать организованно. Вот то, что мы видим в Соединенных Штатах, это попытка организованно сменить модель. При этом они взяли, всех поставили на уши. Они заморозили кризис у себя каким-то образом. Они печатают деньги. Заморозили. Но они не дали ему, скажем, стремительно развиться. То есть, они, например, не стали поддерживать иностранных производителей газа, а стали давать заработать американским компаниям. То есть, они приняли целый ряд мер, прищемив хвост своим прежним партнерам для поддержки, собственно, каких-то своих кругов. А мы в это время вступаем в ВТО. А мы в это время вступаем в ВТО и говорим... А вы знаете, кстати, одно из условий выхода из ВТО, которое нам навязали наши замечательные правители? Нет, не знаю. А если мы выйдем из ВТО, нам придется компенсировать все гипотетические потери контрагентов. Ну, я думаю, что если мы выйдем из ВТО, конечно, уже никто ничего компенсировать никому не будет. Это без всяких сомнений. То есть, будут выходить не эти из ВТО. Нет, нет. И потом из ВТО может начаться, если Россия выйдет из ВТО, может начаться развал ВТО, потому что, на самом деле, организация в кризисе, поскольку она похоронила уже очень много экономик. И все недовольны. И восточная Европа, извините, тоже непонятно, чем занимается и Южная Европа, и целый ряд стран, и в Латинской Америке масса недовольных ВТО. Довольны, конечно, Соединенные Штаты. Довольны Германии. Довольны Германии. Но непонятно, зачем Россия вступила. Ну, может быть, для того, чтобы как-то себе гарантировать поставки сырьевых товаров, чтобы там на другие рынки... На сырье не распространяется. На сырье не распространяется. Ну, во всяком случае... У нас нет ни единой отрасли промышленности, которая выиграла бы от вступления в ВТО. Даже металлурги. Металлурги. Даже металлурги. А никого-то не выбирают. Что им от ВТО? А никого-то не выбирают. Степан. Но мы должны порваться на новостной перерыв. Мы снова в эфире. У нас в гостях Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. И обсуждаем мы энергетическую революцию. И вообще, что будет с нашей замечательной страной, если вдруг генератор Россия станет широко распространенным. Ну, я так, условно говорю. Ну, вот, Василий, действительно. Вот вы говорите такие вещи, что я так задумываюсь. Ну, хорошо. Представьте себе, что Газпрома больше нет. Ну, как, он есть, но... Скажем так, он приносит бюджет, ну, десятую долю того, что он приносил. Я бы сказал, что он просто... Роснефть. Бюджет является его донором. Ну, к этому мы идем. Да. Роснефть. Это бюджет пустой. Мы, получается, снова окажемся в 90-х годах. Потому что все эти крики и вопли по поводу импортозамещения, у меня всегда возникает вопрос. А, собственно говоря, на каких производственных мощностях вы собираетесь этим заниматься? Ну, Степан, мощности эти нужно воссоздавать. Да, а это инвестиции и время. Правильно? Абсолютно. Это инвестиции и время, и это новые решения, которые нужны. И, вообще-то говоря, вот если мы возьмем пример, например, Южная Корея, да, которая через мощные государственные корпорации создавала. У нас пока госкорпорации весьма странные. Да не понятно, что они создают, кроме собственных акций и какой-то шумихи. Ну, это доильная машина для топ-менеджмента. Нужны реальные, крупные инвестиционные ассоциации, которые дадут результат. Поэтому необходимо концентрировать ресурсы. Это будет неминуемо на каком-то этапе, когда эти ресурсы начнут концентрироваться для того, чтобы начать постепенно решать одну проблему за другой. Ведь у нас еще и проблема ЖКХ, она вылезет, потому что у нас ЖКХ все развалено. И более того, вот питерское трубное дело недавнее показало, что, в общем, как-то умудряются старые трубы класть вместо новых и получать при этом очень неплохую прибыль. Проблем тьма, и вообще-то они не очень-то решаются сверху. Поэтому вопрос еще и в активизации общества. То есть общество должно будет с этим списком прийти и сказать, так, мы хотим, чтобы этого не было, этого не было, этого не было. И это вот... Ну, вот в Бразилии недавно начались протесты против чемпионата мира, против этих бессмысленных стадионов и так далее. То есть ресурсы не должны расходоваться впустую. А вот нас в рамках неолиберальной теории считают, что, например, там, пенсия, это деньги, выброшенные на ветер. Ничего подобного. То, что пенсионеры получают, это не только справедливо, но это еще и поддержка внутреннего рынка. Это потребители. Причем они еще покупают российские товары. То есть это еще и патриотические потребители, если так вот использовать такой вульгарный язык. Так что, в общем, разводиться с ВТО необходимо, и необходимо выстраивать новый интеграционный проект. Но выстраивать его не таким образом, что всех созвать, а потом вступить в ВТО тихонько. После чего все партнеры хватаются за голову и говорят, мы не понимаем, что произошло. А выстраивать настоящее... Восемь его кинули. Ну да. Получается, что так. Вы еще не привыкли. Подлинный интеграционный проект и какой-то евразийский проект. Действительно, большую экономику. Потому что ведь потребуется многоотраслевая структура экономики. Вот это у нас очень часто не поднимают. Нас вот либералы очень любят говорить, что как приятно жить в маленькой уютной стране. Да, может быть, какое-то время где-то и приятно. Но когда ошибает кризис, эта маленькая уютная страна, например, Греция или Португалия, она оказывается в очень тяжелом положении и гораздо лучше находиться в большой стране. Ну, где, например, как в России, кризис не особо ощущается пока еще. Пока. Или Бразилия, да, или Индия, где опробуют разные рецепты, не позволяющие экономике завалиться. Или напрямую нарушают нормы неолиберальной экономики, да, то есть рецепты все и создают собственное авиастроение, как Бразилия сделала. Ну, то есть вот это, мне кажется, гораздо более перспективно, чем эта маленькая уютная страна, которая в какой-то момент моментально уходит под воду. Ну, у меня к вам такой сразу вопрос возникает. Собственно говоря, а кто этим будет заниматься? А у меня тоже такой вопрос. А кто этим будет заниматься? Я чуть никого не вижу. Ну, я думаю, что кто-то, кого мы еще не видим, а как минимум все общество, которое должно будет из своей среды выдвинуть людей, которые, в общем, могут каким-то образом ремонтировать трубы так, чтобы эти трубы не были, ну, вместо новых не были положены старые, например, да? То есть и контролировать. Это вопрос о том, кто будет контролировать контролеров. Но это уже изменение всей системы, всей политической системы. Не такой, как у нас была, где у нас одну партию от другой не отличишь. Ну, у нас практически сейчас совок. Мы сейчас ничем не отличаемся от Советского Союза. Только без патронализма практически. То есть у нас риторический патронализм. Да, но у нас есть тот же генсек, есть та же одна партия, в общем-то. Самое интересное, что... Так самое интересное, что везде так. Те же люди управляют страной, что и тогда. Ну, Степан, конечно. То есть у нас сейчас происходит, на самом деле, крушение Советского Союза. У нас идет продолжение того же самого процесса. У нас произошла реставрация, и, в общем, этот реставрационный режим, он сохраняется. Причем у нас очень любят вспоминать про белое движение, а белое движение его потомки в ярости, потому что они говорят, хорошо, вы перезахоронили Деникина, но где наша собственность? Да, где наше золото? Поэтому у них вполне конкретные претензии. А то, что там на флаг поднимают Колчака и так далее, это все, конечно, красиво. То есть обыватель поулыбался, посмотрел, поплакал, а подлинные графы, герцоги, потомки баронов всех этих, они в ярости, они говорят, так, извините, верните. Я однажды... У меня всегда таким людям один простой ответ. Ребята, а кто страну просрал? Ну, смотря в каком году. Страну, как известно, много раз. В 17-м. Кто это сделал? Ваши предки. Так что сидите спокойно. Абсолютно. Никаких усадьб. И не пыхтите за потерянные акции. Это мы должны к вам прийти с ледорубом. К большому счету за то, что вы сделали тогда со страной. Ну, к счастью, у многих французское гражданство, они защищены от... Закон нам. Ну, не от ледоруба. Ну да, у нас какие-то грустные шутки пошли. Ну, серьезно, на самом деле, потому что ведь я с вами абсолютно согласен, что революции, они поэтому и называются революциями, что происходят очень быстро. Да, и это никакая не альтернатива. И они абсолютно непредсказуемы для большинства. Ведь обычно... Они внезапные. Как Центробанк, правительство, они последние в очереди, кто узнает о том, что случилась революция или что-то изменилось. Ну, судя по тому, какие аналитики у нас работают в обслуживании сырьевых корпораций, да, они узнают все последними. И узнают, и говорят, как? Мы же ждали, что нефть будет 200 долларов за баррель. А что же тут происходит? Почему же? Да, и Газпром будет капитализация триллион. И капитализация будет триллион, да, а акции вовсе не будут терять в цене. Мы ожидали, что у нас будет... Что спрос в Европе вырастет. Хотя уже на момент, когда вы это, господа, ожидали, там были все признаки того, что там начнется великая европейская депрессия. Да. Зачем вы это ожидали и кто эти ожидания, собственно, вам внушал? Так что тут у нас сразу вопрос еще и о качестве анализа, потому что это качество, оно... О качестве экспертного сообщества, скажем так. О качестве экспертного сообщества, да, которое не в состоянии ни прогнозировать, ни предсказывать никакие серьезные события, которые, на самом деле, уже меняют судьбу мировой экономики. Было очень комфортно до 2008 года. Рисуешь себе график, цены вверх, вот они цены вверх идут. То есть, что есть, то и есть, то и будет происходить. Ну, а сейчас все совершенно иначе. Сейчас необходимо оценивать события, которые будут происходить и которые, в общем-то, неочевидны. Неочевидны. Ну, например, вот переворот в энергетике тоже оказался, кажется, неочевидным. Исланцевая революция, и Росси. Кто мог предположить, что будет Росси? Вот из таких вот консервативных аналитиков, что будут вот такие прорывы делаться. Пройдет два года, и все будут говорить, что они это все знали заранее. Потому что, как известно, после боя находится очень много выживших героев, которые ни в чем не участвовали. Они работали в заградотряде. Такой любимый у нас теперь генерал Деникинс удивлялся, приехав с Японского фронта, откуда в Санкт-Петербурге такое большое количество людей с наградным оружием за японскую кампанию, которых он там не видел. Так что это некоторые особенности, носящие всеобщий характер, и я думаю, что не только наши, но хотя у нас они такие вот наиболее, может быть, ярко выраженные, как национальная черта характера, или без характерности, не знаю. Ну, так или иначе, у нас склонны пропускать очень много серьезных поворотов. Вот в 70-е годы пропустили переход к неолиберализму. Брежнев там чавкал по телевизору и говорил, что капитализм загибается, а между тем капитализм решал свои проблемы. Решал свои проблемы за счет, в том числе, революции в сфере коммуникации и компьютеризации. Ну, в основном в сфере финансов. Они просто оттягивали конец. А финансы, собственно, поставили себе на службу технологии. Кстати говоря, очень узкий пласт к технологии, пусть и радикальных, но он обслужил всю финансовую глобализацию трех последних десятилетий и создал этот рост. Абсолютно с вами согласен. Когда мы видим человека с плугом и мобильным телефоном, деревянный плуг, у которого даже железной насадки нет, что вспахать почву, у него зато мобильный телефон или компьютер. То есть вот это та реальность, которая на самом деле не может существовать бесконечно. Поэтому плуг должен исчезнуть. То есть и в сельском хозяйстве, и в промышленности должны появиться новые технологии. Правда, вероятно, длительное время дешевая, низкоквалифицированная рабочая сила в сельском хозяйстве окажется еще востребованной. И вот этот блок необходимо учитывать. Видимо, город и городская промышленность, она изменится очень быстро. Но вытеснение в других сферах будет происходить несколько медленно. Ну и потом вот это вот переворот в энергетике, это, безусловно, переход на новый этап автоматизации. То есть у нас сейчас только экспериментируются, экспериментируют компании, скажем, с автоматическими кассовыми аппаратами, когда просто покупатели сами проводят товары и в итоге оплачивают автомату. Но это станет сейчас какое-то время общим местом, и это будет начало разорения огромного количества маленьких магазинов. То есть они просто будут сметены, они будут неспособны существовать. Или наоборот, они должны будут искать какие-то способы выживания, то есть реорганизовываться, то есть находить новые решения, новые ниши и выживать, и развиваться. Поэтому это, кстати говоря, никак не похоронит малый бизнес, просто это убьет какую-то часть его ниш старых. Ну, возникнут новые ниши. Вы думаете, это серьезно вызовет такие последствия? А безусловно, это будет иметь такие последствия. Труд кассиров малооплачиваемый, в себестоимости практически ноль. Ну, практически ноль и совсем ноль. Вот здесь я не соглашусь. По одной простой причине. McKinsey, у них есть Global Research Institute. Так вот, они сделали, по-моему, в шестом году такой мощный обзор по поводу того, в каких же отраслях экономики всеобщая компьютеризация и все остальное увеличили производительность труда. Оказалось только в двух. В трех. В трех. Ритейл, гостиничный бизнес и производители самих микросхем. Все остальные, все остальные, все остальные, все остальные увеличения производительности труда несущественны. Просто очень, ну, конкретный пример. Хорошо. Металлообрабатывающий станок. Будем считать... Ему без разницы, грубо говоря, какой процессор стоит там. Pentium 3, либо 386. Будем считать, что меня насчет кассиров, вы меня убедили, да? Но есть другие операции. Операция, наверное, раскладывать товары по полочкам. Угу. Это может быть автоматизировано? Может быть автоматизировано? Ну, у нас таджики-то не занимаются. Ну, дешевле таджика быть не может. 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 Но на большом магазине. В большом магазине. Ну, конечно, время маленьких магазинов проходит. И время наступает, время больших магазинов и индустриализации. Скоро у вас в каждом садике будет стоять генератор Росси, а бедный Чубаец будет плакать. Ну, что ж, на этом наша передача подошла к концу. У нас в гостях был Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Удачи вам!